Мы рассматриваем мёд, и там белые кристаллики. Воспитанники детского сада номер 22 «Ладушки» с недавних пор настоящие учёные. Вместо обычных занятий по изучению окружающего мира у них проектно-исследовательская деятельность. Вооружившись микроскопами, юные биологи проводят опыты и познают тайны природы. В этот раз ребята изучали жизнь пчёл, чем питаются эти насекомые, из чего делают мёд, и самое главное, как выглядят. Для более детального рассмотрения изображение можно вывести на большой экран. Технологии позволяют. Меня удивила пчела. Там как будто бы какие-то маленькие капельки воды на пчеле. Когда я смотрела в их глаза, я напугалась. Под микроскопом она была большая. Научить ребят не просто наблюдать, но и делать выводы – это основная задача воспитателей во время практических занятий. Темы для изучения выбирают основательно, чтобы полученные знания пригодились в жизни. Например, на первом уроке юные микробиологи рассмотрели капельки воды. И после этого поняли – сырая вода может быть опасна для здоровья. Там были такие, как будто веточки такие чёрные. И там были такие, как будто микробы, и там они двигались туда-сюда. Мечта создать мини-лабораторию у педагогов детского сада возникла пару лет назад. Они поняли, что современным детям уже неинтересно рассматривать картинки. Пришла пора выходить на новый уровень получения знаний. Своей идеей они поделились с представителями Балаковского филиала АО «Апатит». И химики поддержали начинание. Приобрели для юных учёных микроскопы и наборы для опытов. Для них же это ещё и развитие. Это познавательная исследовательская деятельность. Это мы со своим опытом уже можем сказать, с этого состоит мёд. Или вот так выглядит пчела. О, я её увидел покрупнее. А у детей нет такого жизненного опыта, как у нас. Они только вступают в мир. Им это очень интересно. Они находят удивительные даже в, казалось бы, обычных вещах. Ну вот микроскопы, которые нам подарили, это как раз то, что позволяет увидеть недоступные простому глазу, необычные. Для них не просто сделали доброе дело, для них сделали открытие. Им подарили целый мир. После каждого занятия ребята рассказывают педагогам, что хотели бы рассмотреть под микроскопом на следующих уроках. И воспитатели вносят это в план. Микромир – это целая вселенная, изучать которую можно бесконечно. Веточки и листочки, цветы и насекомые, растаявший снег и даже продукты питания – всё это станет частью исследовательской работы маленьких биологов. И в том, что проект будет развиваться, педагоги не сомневаются. Перед глазами другой пример сотрудничества «Ладушек» с Балаковским филиалом АО «Апатит» – школа «Самбо», которая открылась в детском саду в прошлом году и уже показывает хорошие результаты.